В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан в студии Мара Багирова. В понедельник глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Сергей Неверов посетили погорельцев в селе Макок Цунтинского района, чьи дома сгорели в результате пожара, уничтожившего 80% строений. Вас не оставят один на один с вашей бедой, о которой знают и на федеральном уровне, заявил Рамазан Абдулатипов. «Максимально учтите мнение людей, жамаата, общины, чтобы ни один человек не остался пострадавший на стороне. Я еще раз говорю, пусть он прописан там где-то. Если здесь у него был родовой дом, значит он здесь. Другого не может быть». Подтверждением его слов является и приезд заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова. МЧС Республики уже организовала городок для временного проживания. Отметим, что на уровне страны и республики уже принято решение отстроить в селе Макок новые дома взамен уничтоженных. Будут восстановлены школа и детский сад. «Буду встречаться с председателем правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Он попросил встречаться, спросить, какие есть вопросы, какие есть проблемы, для того, чтобы их быстрее решить. Мы сейчас все обсудили, с главой обсудили района, и никто не останется один на один с этой бедой. Всем поможем, и всем поможем построиться и жить». Рамазан Абдулатипов и Сергей Неверов также приняли участие в открытии среднеобщеобразовательной школы на 60 ученических мест в селении Хидиб Лератинского района. «Учиться в ней будут дети из нескольких сел, а добираться до школ они смогут на подаренном главой республики автобусе». «Это еще раз означает, что и руководство Государственной Думы, и руководство правительства Российской Федерации, и руководство Единой России вместе с руководством, со всем народом дагестанским, мы реализуем реформы преобразования, которые осуществляет Владимир Владимирович Путин». «Я сам родился в маленьком тоже горном населенном пункте. Это Кемеровская область, это горная шория, это такие же горы. И делал 7 километров в школу и всегда говорил, что я когда-нибудь стану министром. Но я не стал министром, я стал депутатом Государственной Думы, а это практически одно и то же. Поэтому я хочу пожелать всем этим ребятишкам, которые будут ходить в эту школу замечательных мечт, чтобы они становились и хотели становиться министрами». 30 августа под руководством главы Дагестана Рамазана Абдулатипова состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан. Обсуждались меры, предпринимаемые правоохранительными структурами, органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в целях противодействия коррупции в сфере земельных правоотношений. Сфера земельных правоотношений на протяжении многих лет остается наиболее подверженной коррупционным рискам. Только за прошлый год органами прокуратуры выявлено более 3000 фактов нарушения закона. В этом году цифра уменьшилась почти вдвое, однако ситуация все еще настораживает правоохранителей. Регулярно в разных районах республики возникают масштабные конфликты, связанные с землепользованием. Коррупционной составляющей выражается преимущественно нереагирование должностных лиц на нецелевое использование земли или же явное незаконное строительство на участках. Во всех этих спорах найти виновного очень сложно. Все документы у нарушителей, как правило, на руках, вот только как они выдавались. Вопросов по каждому случаю много. В первую очередь, куда смотрят надзорные органы и почему вовремя не подали сигнал участковые и полицейские. Как раз таки в этом, наверное, есть смысл коррупции, что все вместе участвуют в этом процессе. Каждый получает, я не обобщаю, каждый получает свою долю. И рост реестр, и кадастры, и участковые, и глава района, и глава города. А в городе мы не можем найти место для строительства детского садика. В порочном круге, как правило, оказываются и высокопоставленные должностные лица. За злоупотребление в сфере земельных отношений уже попались несколько чиновников в разных районах республики. Нарушение земельного законодательства сказывается и на развитии аграрного сектора республики. Гектары пашны в некоторых районах пустуют, либо используются не по назначению, отмечает министр сельского хозяйства. Коррупция процветает там, где нет прозрачности, потому все действия и механизмы работы чиновников должны быть максимально открыты и понятны, подчеркивает глава республики. Помимо участников координационного совета к этой работе поручено привлечь и общественность. Ведь очевидно, борьба с коррупцией в этой сфере без гражданского контроля будет не столь эффективной. В городах республики могут появиться фирменные магазины с дагестанской продукцией. Такое предложение Рамазан Абдулатипов озвучил в среду на встрече с главами Кизелюртовского и Казбековского районов. Обсуждая в целом положение социально-экономического состояния муниципалитетов, отдельно остановились на налоговых поступлениях. Глава администрации Кизелюртовского района Магомед Шабанов сообщил, что работа муниципальных властей проходит в рамках реализации семи приоритетных проектов развития республики. Говоря об успехах в агропромышленном секторе, он отметил, что по зерновым, картофелю и овощам план значительно перевыполнен. Глава республики в очередной раз напомнил о важности проводимой работы в области сбора налогов. От этого зависит, насколько успешно государство будет выполнять свои социальные функции. В частности, в этом году в республике построено 6 общеобразовательных школ. В стране к 1 сентября открывается 100 школ. Из них 7 школ в Дагестане. Активная работа идет. На встрече с главой Казбековского района Гаджимурадом Мусаевым также говорили о состоянии дел со сборами налогов. Последовательный рост показателей наблюдается и по месяцам первого полугода 2016 года. За 6 месяцев этого года поступило налоговый налогов доходов 53 миллиона рублей, что составляет 107%. Невыполненные показатели по НДФЛ остались 95%. Основная специализация в сельском хозяйстве района – животноводство. Производством сельхозпродукции занимается 25 сельхозорганизаций, 68 фермерских и более 9 тысяч личных хозяйств. Рамазан Абдулатипов в очередной раз напомнил о необходимости создания сельхозкооперативов для повышения конкурентоспособности производителей. Также в городах республики должны работать фирменные магазины, представляющие продукцию из сельских территорий. В целом, работу руководителя района глава республики оценил как удовлетворительную. Строительные площадки на уходящей неделе стали объектом внимания главы республиканского правительства. Абдулсамат Гамидов выяснял, как в Махачкале достраиваются дома для переселенцев из аварийного жилья и интересовался готовностью к открытию новых школ. Первые объекты на маршруте – два многоквартирных дома по улице Олега Кашевого. Глава правительства и ранее инспектировал эти стройплощадки. Темпы работ ввиду некоторых обстоятельств еще тогда отставали от первоначально намеченного графика. Застройщики обещали сдать объекты до 1 сентября, но не выполнили своих обязательств. По словам застройщиков, сроки сдачи были перенесены из-за перепланировки и дополнительно расселяемых 30 квартир. Подрядчики уверяют, работы ведутся в три смены и дома находятся на завершающей стадии. И уже в ближайшее время в них могут переселиться более 130 семей из-за аварийно-жилищного фонда. Далее комиссия направилась на улицу Бейбулатова. Высотный дом возводимый все по той же федеральной программе. Было намечено сдать его еще в конце прошлого года. Строительство объектов стоимостью миллиона рублей растягивают на месяцы. Сдать не могут по различным причинам. Подобные ситуации недопустимы, считает премьер-министр. Он поручил строго следить за сроками строительства. Люди должны получить качественное жилье и в срок. Мы занимаем ответственные должности. Всему народу говорили, вот мы этот дом сдадим. Послушали люди, походили туда-сюда и говорят, взрослые мужики одевают галстук, ходят как куркули туда-сюда и обманывают всех. В ходе инспекционной поездки Абдусамат Гамидов призвал также уделять внимание уборке строительного мусора с прилегающей территории. Следующим пунктом посещения стала общеобразовательная школа номер 48. Она в списке тех, открытий которых запланирована в День знаний, но до сих пор не завершены пусконаладочные работы. 1 сентября страна отметила День знаний. Глава Республики Дагестан Рамазан Аблатипов поздравил работников образования, студентов и учащихся с Днем знаний и пожелал всем в учебном году здоровья, мира, благополучия, новых успехов и достижений. В День знаний в школах Дагестана за парты сели 50 тысяч первоклассников. Всего же около 380 тысяч детей. Образовательный процесс начался в 270 семи организациях. В этом году в Дагестане на 7 школ стало больше. Одну из них, а именно 48-ю, долгожданную в махачкалинском поселке Новый Кихулай, в четверг торжественно открыл глава республики. Позже Рамазан Аблатипов поздравил с началом занятий и студентов педагогического университета. И, как выяснилось, это не единственный приятный повод. При вузе открылся Институт культуры и искусства. С самого утра в поселке Кихулай праздник. День знаний здесь совпал с открытием новой школы. Еще до официальных торжеств во дворе здания начали собираться школьники и местные жители, для которых этот день стал особенным. Школьницы в парадной форме, у мальчиков наряд построже. Для сотен ребят новая школа стала не просто подарком, но и дополнительным стимулом к учебе. Усоким гостям здесь были рады. Сначала по традиции прозвучали гимн России и Дагестана, а после напутственные слова главы республики. В этом году в первой классе в Дагестане идет более 40 тысяч детей. Это говорит о том, что республика развивается, республика возрождается. И, конечно, в этом деле огромную роль играют наши дети. Потому что сегодня они дети, завтра они взрослые граждане Российской Федерации. В школе созданы все условия для полноценного развития и учебы. Классные комнаты, все необходимые учебники и просторный спортивный зал, где глава республики продемонстрировал приемы игры в волейбол. В этот же день Рамазан Абдулатипов поздравил с Днем Знаний и коллектив Дагестанского педагогического университета. За последние годы вуз претерпел качественные изменения, но задач еще много. Кузница учительских кадров сегодня должна быть крупным центром современного образования с инновационными подходами. Этого требует время и состояние сферы образования в республике. Здесь же главе республики рассказали об открытии Института культуры и искусства. Созданный в стенах университета, он будет готовить специалистов по разным направлениям и воплощать лучшие традиции мировой культуры и Дагестана. Прозвучавшая сюита Жоржа Безе стала началом большого будущего нового учебного заведения. А 37-я столичная школа пополнилась новым корпусом. Трехсменка и тесные классы остались в прошлом. Новое здание построено с учетом мельчайших деталей. Посмотреть на новшества и поздравить с этим событием школьников и учителей 1 сентября приехали спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов и депутат Госдумы Гаджимед Сафралиев. С первым звонком детишки шагнули в новый для них мир знаний. И что символично, в новую начальную школу. Строительство этого корпуса ждали два года и теперь гимназия. Кроме первоклассик готова принять еще 300 учеников из начальных классов. Поздравить ребят с началом учебного года пришли почетные гости в лице спикера Дагестанского парламента Хизри Шихсаидова и депутата Госдумы Гаджимеда Сафралиева. От Народного собрания в подарок школа получила телевизор и интерактивную доску. В своих выступлениях они отметили разительные изменения в системе дагестанского образования. Только за последние несколько лет построено за 2-3 года школу на 6 тысяч мест. Такого не было раньше за 20 лет. Только в текущем году мы вводим, строим школу в республике Дагестан почти на 4 тысячи мест. Практически в каждом районе. В Махачкале это несколько. Это говорит о том, что какое огромное внимание уделяется образованию. Без образования не может быть ничего. Без образованных специалистов. Самый большой вклад в бюджете, самая большая статья это на образование. Пока школьники знакомились со своими классными руководителями на первых уроках, гости после церемонии разрезания красной ленты отправились на экскурсию по этажам. Новый корпус соответствует всем современным стандартам. Здесь учтено все. От гардеробной со сменной обувью до столовой, где даже для резки хлеба отведена отдельная комната. День знаний для ребят стал настоящим праздником. Во дворе школы развернулось целое представление с участием дагестанских артистов. Помочь жителям Бабаюртовского и Кизлярского района с решением проблем в образовании и медицине обещал во время своей поездки первый вице-спикер дагестанского парламента Юрий Левицкий. Летние каникулы незаметно подошли к концу. С каким настроем и в каких условиях новый предстоящий учебный год пройдет для школьников разных уголков республики, проверяла специальная комиссия. Очередным пунктом в графике поездок стали Бабаюртовский и Кизлярский районы. Новая школа номер 2 на 1200 ученических мест в райцентре к учебному году готова, но и здесь не без проблем. Слабое оснащение техническим оборудованием не вяжется с общей картины постройки. Как бы странно ни звучало, в проекте современного здания не продумана система канализации, а спортивный зал не отвечает нормам. Вместо пяти положенных высота стен всего три метра. В районной больнице продолжительное время ощущали нехватку медикаментов. Врачи заверили, проблема уже решена, но остались другие. В реанимации на случай экстренного приема пострадавших в различных катастрофах недостаточно необходимого медицинского оборудования. Школа в одном селе, детский сад в другом, да и сельская администрация у соседей общая. Краснооктябрьскую поселковую школу Кизлярского района, рассчитанную на 420 детей, посещает около 600 учеников. Но больше беспокоит другое. 170 учащихся каждый день приезжают из Новокахановского, а это 14 рейсов в день. Отсюда и постоянные поломки автобуса. Понять проблемы жителей районов и поселков можно лишь на месте. В этом комиссия во главе с первым заместителем председателя Народного собрания Юрием Левицким еще раз убедилась, побывав в различных населенных пунктах. А теперь дело за решением проблем. Рассмотрены они будут в ближайшее время, заверил вице-спикер. Заместитель председателя Народного собрания Дагестана Сейфулах Исаков и депутата Республиканского парламента Альбина Ахмедова 30 августа приняли участие в августовской конференции педагогических работников Курахского района. В своем выступлении Сейфулах Исаков от имени руководства Республики и всего депутатского корпуса поздравил преподавателей с новым учебным годом и отметил положительную динамику показателей и индикаторов результативности деятельности педагогических работников района. К другим темам. В Дагестане на этой неделе прошли учения подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боевой готовности. По легенде, бойцам предстояло проявить все свои военные навыки, преодолеть препятствия и не допустить прорыва условного противника. В День знаний в Каспийске в Республиканском инженерном колледже состоялось открытие мемориальной доски выпускнику техникума, советскому физику-ядерщику, доктору технических наук, лауреату Ленинской премии Амиру Амаеву, обученном, посвятившим всю свою жизнь науке, его земляк Гаджибута Гусейнов. У него всегда улыбка на лице была, хоть он тяжелой жизни прошел, войной, был большой оптимист. И что интересно, хотя он всю жизнь жил в Москве в закрытом учреждении, он прекрасно сохранил, знал лакский язык, чисто на лакском языке я разговаривал, очень любил свою малую родину. Новости культуры С 3 сентября по 30 октября в Дагестанском музее изобразительных искусств проходит персональная выставка заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова под названием «Избранная». Главная задача экспозиции в Махачкале – знакомство зрителя с различными периодами творчества Сафронова. Экспозиция приурочена к 60-летнему юбилею именитого художника. Фильмы финалисты Международного фестиваля молодежного кино «Маяк», который впервые проводился с 24 по 28 августа в Махачкале, показали в среду в рамках программы «Кино и люди» в музейном комплексе «Дом Петра I» в Дербенте. Сегодня в Каспийске во Дворце молодежи культуры и спорта имени Али-Алеева финальные поединки 18-го международного турнира по боксу в памяти Магомед Саламу Маханова. Очередные соревнования собрали 106 мастеров кожаной перчатки из 14 стран. Вы слушали информационный выпуск «Вести недели».